всем привет с вами евгений это видео будет посвящено опять металлоискателю хоть и есть у меня на канале видео как делать лут очень подробно вроде бы но некоторые люди все равно именно конкретно на металлоискатель просят показать как я делаю печатку печатка делается точно так же как и лут тоже самое на видео только другая печатная плата берется все изначально у меня есть такой двухсторонний текстолит он падла залапаны будем на чистой все это делать берем печатку вырезаем ее по почти краям оставляем там полмиллиметра где-то в зависимости от того как каких масштабов будет плата переворачиваем желательно не лапать текстолит и смотрим чтобы край платы не выходил за границы текстолита потом это равняем по краю по-другому фиксируем пальцами чем угодно берем маркер и отмечаем отметили после чего идем вырезаем это все теперь отпилили мы видим вот так она была отпилили края таки зачищаем наждачкой берем печатную плату включу включаем и тух заранее это все дело наждачкой проходим теперь протираем вот другой пыли пальцами не касаемся и прикладываем нашу печатную плату берем прижимаем один край пальцем большим а второй край берем и аккуратно тугом придавливаем и приклеиваем его текстолит вот если присмотреться даже на видео будет видны под бликом света проводники это означает что они очень хорошо приклеились дорожкам дорожки приклеились к текстолиту теперь бросаем воду и размачиваем бумагу раствор для отравления печатных плат перекись водорода заключается в трех ингредиентах нужна вода я взял стакан 200 грамм берем таблетки гидроперита или же вместо воды берем перекись 3 процентную но мы будем делать ядреную перекись поэтому я взял 7 таблеток гидроперита выдавил выдавил все высыпаем перемешиваем после чего берем лимонную кислоту без разницы в какой последовательности это все дело смешивать главное чтобы смешать и хорошо перемешать лимонную кислоту 50 грамм у нас стандартная упаковка я буду засыпать 3 и 2 чайных ложки сборка это все дело мы перемешаем мы сняли бумагу остался у нас такой вот шаблон но края я промазал сапан лаком для того чтобы края были конкретно дорожками они про травы там в общем чтобы плата оказалась ровной так скажем также для сравнения я сделал такую плату эта плата на генераторе 555 таймере и это на транзисторах генератор так размеры на транзисторе чуть меньше так как обвязка генератора берет свою так скажем цапан лак высохнет и две емкости в одну емкость мы наливаем хлорное железо а в другую емкость наливаем раствор перекиси примерно одинаковое количество для сравнения сделаем и после того как лак высохнет кидаем их в раствор продолжаем для сравнения наливали травили в перекиси и в хлорном железе теперь достаем это все дело на предмет пользование номер два я думаю на туалетную бумагу вроде бы как не сильно затрат видим протравилось хорошо кладем и достаем из перекиси видим протравилось хорошо с обратной стороны тоже все стравилось и все и кладем это мы убираем и у нас две аналогичных платы теперь смываем тонер сверлим и лудим и у нас получается готовая плата вот такие печатные платы получились очень аккуратные конечно чуть чуть на мой взгляд они перетравились также это так что сделаем выводы что чем лучше так сказать травить конечно же лучше травить хлорным железом она и быстрее травит и можно сказать многоразовая за один так сказать за один присест она может протравить где-то в зависимости от площади от концентрации меди или другого железа металла все по-разному ну что касается перекиси то перекись и и главный плюс то что она доступна и нечего сказать больше также она травит но и травит меньше концентрируется раствор быстро и поэтому нужно постоянно наводить новый раствор но хлорное железо конечно она в цене немного больше варьируется так скажем где-то примерно полтора года назад я покупал баночку 250 сухого хлорного железа за 60 или 70 рублей уже не помню сейчас она стоит уже 180 рублей в общем чем травить травить выбор ваш печатные платы можно сказать одинаковые так чтобы никакой разницы нет он теперь залудим нанесем на обратную сторону компоненты подписи и все с вами был как всегда евгений подписываемся не забываем поставить лайк на Продолжение следует...